На этот раз мы рассмотрим трофеи новой войны, которые мы получили за прохождение квеста. Вы можете помнить, что важные квесты дают нам неплохое снаряжение. Например, за второй сон мы получили осколок войны, неплохой одноручный меч. Теперь история повторяется с Натаруком. Этот лук, владеющий разумом, нам подарили со слотом и картошкой, плюс 4 полярности уже есть. Натарук обладает рядом уникальных свойств, например, бесконечным боезапасом. Ещё можно совершить усиленный выстрел, если опустить стрелу прямо перед полным натяжением. В этот момент прицел будет жёлтым. Это немного увеличит шанс и множитель крита. Также сами стрелы тут интересные. Визуальный эффект у них такой, будто стрелы взрываются, однако это не так. На деле здесь используются широкие стрелы, что напоминает снаряды аркоплазмора. На данный момент есть некоторые проблемы с этими стрелами. Например, при контакте с куполом Мэг они летят наверх. А при сочетании с бездной стрелы продолжают медленно лететь после поражения цели. Самоглушения от этих стрел нет, но слепят они знатно, поэтому можно перекрасить энергию в тёмные тона. При идеальном выстреле и полном натяжении стрелы имеют бесконечное пронзание насквозь. Стоит учитывать, что лог этот не бесшумный. Похоже, что траектория стрел не образует дугу при полёте. Также заявляется, что множитель урона за попадание в голову есть только у быстрых выстрелов. Лично мне натурок понравился, есть занятная механика, и статы тут позволяют уйти как в статус, так и в крит. Имеется лишь два типа урона, и доминирует пронзание, но билды на коррозию и вирус показывают себя хорошо. Приятно иногда видеть лук, который не стреляет ядерными боеголовками, подрывая всё живое в радиусе поражения. Затем у нас есть оружие от скитальца, например, ближ к рамблджек, напоминает укороченную пробу. Статуса здесь до кучи, чего нельзя сказать про крит. Типов урона только два, удар и электричество. У рамблджека есть свои анимации скрытного добивания, как во время квеста, мы сначала поражаем цель шоком, после чего враг получает кучу урона. Потом вы можете брать этот шокер для добиваний, например, Эши неплохо заходит с аггментом на телепорт. Можно и без добиваний играть, как обычно, хотя мне кажется, что есть много других ближек, которые получше будут. Но в таком случае даже полярить не нужно, чтобы всё уместить. Напоследок есть усилок Сирокко, который нам сразу дают улучшенным. Крит и статус здесь хорошие, но есть ряд своих особенностей. Например, необходимость ручной перезарядки. Хоть боезапасы бесконечный, пассивки Мадурая на энергиоусилители здесь бесполезны. Также нет альтернативной стрельбы, ввиду отсутствия фиксатора. Вместо этого есть механика активной перезарядки. Если нажать кнопку в момент, когда шкала находится на выделенной области, следующий выстрел получит больше крита, статуса и урона в целом. Очень недурная штука, особенно для тех, кому не нравятся модульные усилители. Но снаряды имеют время полёта, поэтому промахнуться нетрудно. Также нет урона по площади, есть задержка после стрельбы с заряженным выстрелом. И активную перезарядку можно испортить преждевременным нажатием. Сирокко является первым усилком, который не является модульным, за исключением Полинки. Интересно, какую снарягу получит оператор в будущем, благодаря скитальцу. Среди всех трёх оружик, мне больше всего понравился Нотарок, но нечасто нам дают аж три оружия на халяву. Хоть новая война и не добавила новых локаций с игровыми режимами, снаряжение нам неплохо насыпали. И на этом от меня всё. Потому всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok